Тяжело видеть смерть человека, особенно когда ты видишь, как глаза его тухнут, и жизнь выходит из человека. Он мечтал, ребята, я говорю, быть десантником, но у нас была возможность его от армии. У нас отец был инвалид, но нет, мы не хотели этого. Он рвался служить в армии. Первый раз писали, что единственное не будет, а потом забрали. Потом мы ждали три месяца, и он сам в спорте. Восемь часов начинался минометный обстрел. В один из обстрелов был тяжело ранен советник командира полка. Мина взорвалась в двух метрах от него. Тяжелое ранение получил. Одна вертолёт поднялась невысоко, и сын сел во вторую вместе с командирами. Их было восемь человек, но душманы их подбили. Сколько ему лет было? Его хоронили 16 декабря, она завтра ему исполнялась, 20 лет. Включили эту войну, я не знаю, что деловое сказать. Отчего на классе всё включили. Сожалели о том, что не отмазали? Нет. У меня внуки, старший внук у меня закончил Питерскую военную академию, сейчас служит в генштабе. Нельзя политические, экономические вопросы решать военным образом. Война – это есть конечная ошибка или невозможность дипломатов человеческим голосом решить проблемы. Как войну я, в принципе, и осуждаю. Закончилась афганская война. Солдатских жизней много унесла. И долгих 10 лет она была. И, наконец, закончилась, как умерла. Но память о войне жива. Пусть далеко не все её прошли, Если такие, что вовсе не служили. Да и с войны домой не все пришли. Кого-то как груз 200 привозили. Но мы эту войну не проиграли и долг достойно выполняли. А выполнив его, как верные сыны своей присяге и отчизне Шурави, из этой горной, солнечной страны мы с честью и достоинством ушли. Всего доброго.